Медовик на желтках. Медовик на желтках получается мягким и нежным. Для крема используйте сметану и сахар. Также добавьте в начинку чернослив, он придаст торту особенный аромат. Медовик на желтках – это идеальный торт для всех сладкоежек. Мягкие и ароматные коржи, нежный крем, устоять невозможно. Тесто приготовьте на основе меда, соды, муки, сливочного масла и сахара. Для крема используйте по традиции сметану и сахар. Советую добавить в начинку кусочки чернослива, торт получится еще вкуснее. Ингредиенты. Мука пшеничная 300-350 грамм. Сахар 300 грамм, 150 грамм для теста, 150 грамм для крема. Мед 70 грамм. Яичные желтки 4 штуки. Сливочное масло 75 грамм. Сода пищевая 1 чайная ложка. Сметана 500 грамм. Чернослив 100 грамм. Количество порций 5-6. Подготовьте все ингредиенты. В миску выложите сливочное масло и мед. Отправьте на водяную баню. Растопите масло с медом. Перемешайте и всыпьте соду. Помешивайте и держите на водяной бане. Сода на огне начнет шипеть. Варите 5-7 минут, помешивая. Тем временем вбейте яичные желтки в миску и всыпьте сахар для теста. Взболтайте венчиком или миксером до светлой массы 2-3 минуты. Снимите медовую смесь с водяной бани, постепенно вливайте яичную жидкость и размешивайте. Всыпьте 300 грамм муки, затем при необходимости добавьте еще. Замесите тугое и эластичное тесто. Оставьте отдыхать на 15 минут. Тесто разделите на 6 равных частей. Каждую раскатайте сразу на пергаментной бумаге. Придайте коржам круглую форму, вырезав на крышке или тарелке. Выпекайте коржи в разогретой до 200 градусов духовке 4-5 минут. Один корж измельчите в крошку для присыпки торта. Для крема смешайте сметану и сахар, при желании взбейте миксером. Смазывайте коржи сметанным кремом и присыпайте кусочками нарезанного чернослива. Смажьте таким образом весь торт. Присыпьте медовик крошкой и дайте пропитаться 3-4 часа. Приятного аппетита!